Равенство на дорогах. Вот сейчас все засмеялись. Разве можно быть такое? Несколько лет назад в одной из прибалтийских республик то ли зампрокурора, то ли сам прокурор случайно на дороге у себя в городочке наехал на женщину. Случайно. Ну, бывает. Ну, всякое бывает. Неважно. Все живы. Он вызвал скорую, дождался пока отправить женщину, сел в машину, поехал на работу и подал прошение об увольнении. На секундочку. Можете в это поверить? О чем говорит? О самосознании. И вот когда у нас будет какое-то самосознание на достойном уровне, на достойной высоте, то, наверное, какая-то справедливость на дороге и будет. То сейчас, ну, мы же азиаты. И у кого карета больше, и у кого дороже кони, и их больше, тот и прав. Так что не надо под иллюзиями жить каким-то, что мы цивилизованная Европа. Нифига мы не цивилизованная Европа, мы реально азиаты. В средневековье живем, где законы только для тех, кто их пишет. А все остальные — это челядь и обязанные преклоняться, падать, снимать шапку, когда едет царь-батюшка или его какие-то приближенные опричники. Все должны тут же падать на пол и пропускать, и уступать дорогу. О каком равенстве вообще мы говорим, когда у нас происходит на дорогах такое, что у меня есть люстра, и я сейчас проеду. А вы остальные тут давитесь, как хотите. Ну, все это ужасно. И не скоро это искоренить. И когда говорят, что о возрождении России, ну, мне смешно, когда я вижу на дороге, как человек с люстрой на крыше расталкивает всех. И ему нужно проехать. Куда ему нужно проехать? Что такое? Что за срочные такие государственные дела, от которых зависят судьбы в нашей большой стране, что я должен его пропустить? Все должны пропустить. Нет, конечно, много несправедливости на дороге и, впрочем, как и много несправедливости вообще в жизни нашей стране. Поэтому, как только люди поймут, что есть у тебя мигалки, нет у тебя мигалок, ты вот все одинаковые, все равны, да, и все подвластны закону, ну, только тогда вот. Может быть, мы поговорим о возрождении России. Может быть, тогда. А так мы... Азия. Глухая. Дремучая.